Поросят Наф-Наф Все лето поросят окувыркались в зеленой траве Грелись на солнышке И нежились в лужах Ну вот, наступила осень Пора нам подумать о зиме Сказал Сказал как-то Наф-Наф своим братьям Проснувшись рано утром Я весь дрожу от холода Давайте построим дом И будем зимовать вместе под одной теплой крышей Но его братья Не хотели браться за работу Ах Успеется Да зима еще далеко Мы еще погуляем Сказал Ниф-Ниф И перевернулся через голову Когда нужно будет Я и сам построю себе дом Сказал Нуф-Наф И лег в лужу Я тоже Добавил Ниф-Ниф Ну, как хотите Тогда я буду один строить себе дом Сказал Наф-Наф Ниф-Ниф и Нуф-Наф не торопились Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры Прыгали и кувыркали Ах, сегодня мы еще погуляем Говорили они А завтра с утра возьмемся за дело Но на следующий день они говорили то же самое С каждым днем становилось все холоднее и холоднее И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькая корочка льда Ленивые братья взялись Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом из соломы Ни с кем не посоветовавшись Он так и сделал Уже к вечеру его хижина была готова Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку И очень довольный своим домиком весело запел Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом Сначала так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутев Так он и сделал Он вбил в землю колья, переплел их прутями, на крышу навалил сухих листьев И к вечеру дом был готов Нуф-Нуф с гордостью обошел его несколько раз кругом и запел У меня хороший дом, новый дом, прочный дом Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф Ну вот, и твой дом готов, сказал Ниф-Ниф брату Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается Пойдем к Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе дом выстроил Сказал Нуф-Нуф Что-то мы его давно не видели Пойдем посмотрим, согласился Ниф-Ниф А Наф-Наф уже несколько дней был занят постройкой Он отыскал камней, намесил глины И теперь не спеша строил себе надежный и прочный дом В котором можно было укрыться от ветра, дождя и мороза Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь за сон Чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работу Что ты строишь? В один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и Нуф-Нуф Что это? Дом для поросенка или крепость? Дом для поросенка должен быть крепостью Спокойно Ответил Наф-Наф, продолжая работать Хрюк, не собираешься ли ты что-нибудь, с кем-нибудь воевать? Весело сказал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфа И оба братца так развеселили, что виск и хрюканье разнеслось далеко по лужайке А Наф-Наф, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома Мурлыча себе под нос песенку Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь Хитрый страшный зверь не ворвется в эту зверь Это он про какого зверя? Спросил Нуф-Нуфу Нуф-Нуфа Наф-Нафа А это ты про какого зверя? Спросил Нуф-Нуфу Наф-Нафа Это я про волка Ответил Нуф-Наф и уложил еще один камень Посмотрите, он боится волка Да нету никаких тут волков, он просто трус Добавил Нуф-Нуф И они начали приплясывать и петь Они хотели подразнить нас, но мы не хотели подразнить нас, но мы не хотели бы еще раз Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. Пойдем, Нуф-Нуф, сказал тогда Ниф-Ниф. Нам тут нечего делать. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, А когда вошли в лес, то так расшумели, Что разбудили волка, который спал под сосной. Что это за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк И поскакал к тому месту, Откуда доносился звизг и хрюканье Двух маленьких глупых поросят. Ну какие тут могут быть волки? Говорил в это время Ниф-Ниф, Который волков видел только на картинке. Вот мы его схватим за нос, будет знать. Добавил Нуф-Ниф, который тоже никогда не видел живого волка. Повалим, да свяжем, да еще ногой его вот так, вот так. Расхвастался Ниф-Ниф, и вдруг они увидели Настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом, И у него был такой страшный вид, Такие злые глаза, И такая зубастая пасть, Что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа По спинкам пробежал холодок, И тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, Щелкнул с зубами, Моргнул правым глазом, Но поросята вдруг опомнились, И, ввизжав через лес, бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро бегать, Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, Они неслись каждый к своему дому. Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины, И едва успел захнопнуть дверь Перед самым носом волка. «Сейчас же отопреть дверь!» Прорычал волк. «А не то я ее выломаю!» «Нет!» Прохрюкал Ниф-Ниф. «Не отопру!» А за дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Сейчас же отопри дверь!» Прорычал волк. «А не то я так дуна, Что весь твой дом разлетится!» Но Ниф-Ниф от страха уже не мог ничего ответить. Тогда волк начал дуть. «А-а-а-а!» С крыши дома слетели соломинки. Стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул И дунул во второй раз. «Ху-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пяточком маленького корсенка, но ниф-ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери нуф-нуфа. Едва успели братья запереться, как услышали голос волка. Ха-ха-ха, ну теперь я съем вас. Ниф-ниф и нуф-нуф испуганно поглядели друг на друга, но волк очень устал и поэтому решил пойти на хитрость. Я передумал, сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. Я не буду есть этих худосочных поросят, я пойду домой. Ты слышал, спросил мне Ниф-ниф у нуф-нуфа, он сказал, что не будет нас есть, мы худосочные. Это очень хорошо, сказал нуф-нуф и сразу перестал дрожать. Братьям стало весело и они запели, как ни в чем не бывало. Нас не страшен серый волк, серый волк, серый волк. А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко я обманул двух глупых маленьких поросят. Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихонько постучался. Кто там? Спросили нуф-нуф и Ниф-ниф. И у них затряслись хвостики. Это я, а бедная овечка! Тонким и чужим голосом пропищал волк. Пустите меня переночевать. Я отбилась от стада и очень-очень устала. Ну, овечку можно и пустить, согласился нуф-нуф. Овечка — это не волк. Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не мог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечку. Шкуру и зарычал. Но, погодите! От этого дома сейчас ничего не останется! И он принялся дуть! Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И тогда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросят обижать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала. Носы пересохли. Братья мчались к дому на фнафах. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил ниф-нифа за заднюю ножку. Но тот вовремя отдернул ее и прибавил хода. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро мчались. Промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая сыпала в ее яблоками. Одно твердое яблоко ударило. Пам! Прямо между глаз. Большая шиска вскочила у волка на лбу. А ниф-ниф, ниф-нуф, ни живы, ни мертвы подбежали к это время к домнику на фнафа. Брат впустил их в дом и быстро закрыл дверь. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. Наф-наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сел на табуреточку и запел. Ну тут как раз постучали в дверь. Открывай без разговора, раздался грубый голос волка. Как бы не так и не подумаем, твердым голосом ответил ниф-ниф. Ах так, ну держитесь, теперь я съем всех троих. Попробуй, ответил из-за двери наф-наф. И даже не привстав со своей табуреточки, он знал, что ему и его братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Но сколько бы он ни думал, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от надуги, а дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, но дверь тоже не поддавалась. И волк стал от злости царяпать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он так обломал в себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться во своя оси. И тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. Ага, вот через эту трубу я и проберусь в дом. Ха-ха-ха-ха. Обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. Я все-таки закушу сегодня свежей поросятинкой. Ха-ха-ха-ха. Подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, Поросята услышали шорох. А когда на крышу котла стала сыпаться сажа, Умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, И сорвал с него крышку. — Милости просим! — сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк бултыхнулся прямо в котел. Глаза у него вылезли на лоб. Вся шерсть поднялась дыбом. С диким ревом ошпаренный волк вылетел обратно на крышу. Скатился на ней на землю, Перековыркнулся четыре раза через голову и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, Глядели ему вслед и радовались, Что они так ловко проучили злого разбойника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова offer Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок